Салат римский Снова здравствуйте дорогие друзья! Сегодня я хочу приготовить с вами Одну из разновидностей салата римский Эта разновидность будет с копченой говядиной И яичными блинчиками Итак, что нам для этого потребуется? Вареная копченая говядина Огурец Пару яиц Пару зубчиков чеснока Зеленая часть лука Молодого зеленого Пару тройку листового говядина Немножко укропа Пол стакана чищенных грецких орехов Сметана Лимонный сок Можно использовать целый лимон У меня вот такой магазинный лимонный сок И из приправ нам понадобится только черный перчик и соль Приступим к приготовлению Для начала Приготовим яичные блинчики Разбиваем яйцо в пиалку Слегка присолим Слегка приперчим черным перчиком И взболтаем Как мы взбиваем яйца на омлет До однородного состояния Только без молока Ничего более не используем Вот такая смесь на первый блинчик у нас уже готова Точно так же потом мы отдельно сделаем со вторым яйцом Сейчас будем обжаривать первый яичный блинчик На огонь мы поставили сковороду Наливили в нее растительное масло Оно разогревается Подготовили две вот такие лопаточки А так же тарелку с бумажным полотенцем Масло уже разогрелось И мы выливаем Содержимое нашей пиалки Ждем пока блинчик Немножко подрумянится с той стороны И переворачиваем его По сути это конечно же самая обычная яичница Но мы сделаем ее Такой формы Для чего вы поймете Теперь двумя лопаточками Мы аккуратно переворачиваем И нам надо Обжарить с двух сторон ее Чтобы она немножко зарумянилась Как наш блинчик будет румяный с той стороны Я перевернул на эту сторону Еще раз, ну буквально там на 30 секунд Он зарумянится И буду снимать Переворачиваем С этой стороны видим он подрумянился Сейчас так же его зарумяним с другой стороны И вытаскиваем на бумажное полотенце Чтобы убрать с него лишний жир Ну с другой стороны Он тоже полностью зарумянился Снимаем На бумажное полотенце Как я уже говорил И полностью по такому же принципу Мы приготовим второй яичный блинчик Показывать я вам этого не буду Уже понятно Теперь начинаем собирать наш салат Для этого берем плоский салатник Выстилаем его дно Листьями салата Салат может быть любой Абсолютно у меня это айсберг Самый обычный И начинаем Укладывать салат Слоями Для этого берем Нарезаем вот так тонкой полосочкой Говядину И ее мы будем выкладывать Первым нижним слоем Соответственно мы так выложим Всю говядину Само собой не солить Не перчить говядину мы не будем Дальше берем наши Яичные блинчики И скручиваем их вот в такие рулетики После чего Вот так Тоненько Нарезаем Кстати в данном салате Можно использовать Не только Такую варенокопченую говядину Но и Жареную говядину Вы можете просто Обжарить на масле Филе говядины Точно так же ее порезать И все делается точно так же Яичными блинчиками Мы создаем Второй слой нашего салата То же самое мы проделаем Со вторыми Как и говядину Мы блинчики не солить Не перчить не будем Так как все это мы делали Далее идет огурец Его я для начала Порежу вот так колечками А потом порежу Так же на соломку Такой соломкой Я порежу огурец Это будет третий слой Огурчики уложены Теперь мы возьмем Измельчим чесночок И посыпем сверху огурцы Измельчать будем Как всегда Просто подавив ножом И стараемся так Равномерно распределить Этот слой мы Немножко присолим Совсем чуть-чуть Теперь возьмем сметану И добавим ей Немножко кислинки С соком лимона Делайте это По своему вкусу На мой взгляд Кислинка хорошая И начинаем Поливать Салат Стараемся Разномерно Вот таким образом Теперь мы придадим Немножко структурности Нашему салату Для этого Мы слегка Растолчем В ступке Имеющиеся Грецкие орехи Можете подавить их Ножом Отдельно берете Ядрышко Сейчас я вам покажу Как это делается Вот так укладываете И так же как и чеснок Давите ножом Получается тоже Вот такая вот Консистенция Ее вполне достаточно Меньше делать Даже не стоит И вот так Сейчас мы измельчим Все орехи Теперь получившимися Орехами Мы посыпаем Обильно салат Эти орехи у меня Получились разного Размера И крупненькие Попадаются И совсем мелкие Так будет более Интересная структура Стараемся присыпать Его равномерно Так я думаю Будет достаточно Ну и само собой Осталось Украсить наш салат Укропом И зеленым луком Зеленый лук Так же как укроп Мы просто измельчим И посыпем В салат Кстати Если кто знает Откуда взялось Название римски Напишите пожалуйста Потому что я информацию Эту не нашел Сколько не искал Но знаю этот салат Именно под таким названием Хотя по ингредиентам Этому салату Больше подходит Название Кавказки Вот таким образом Измельчаем И посыпаем Зеленым луком Салат Ну и с укропом Мы естественно Проделаем то же самое Что и с луком То есть измельчаем И высыпаем На салат Ну вот и все друзья Салат римский С вечными блинчиками Говядины Полностью готов Его можно приготовить Как просто на ужин Так и на праздничный стол Салат готовится быстро Просто получается вкусно И довольно таки необычно Так сказать Выбивается из Повседневных наших салатов На этом все Дорогие друзья Мой канал Макси Кухня Прощается с вами Подписывайтесь на меня В ютубе Ставьте лайки Пишите комментарии Увидимся Субтитры сделал DimaTorzok